Время новостей на городском телеканале В Реутове стартовала социальная кампания по обучению детей правилам ПДД Накопились вопросы В данный момент самые частые обращения по поводу благоустройства территории Депутаты Реутова открыли новый сезон встреч с жителями И пора задуматься о форме По сравнению с прошлым годом цены не повысились Покупательский спрос начнется у нас до 3 дня до школы Сколько стоит одеть ребенка в школу, разбирались корреспонденты телеканала Реутов Теперь об этом и не только более подробно Выпуск начнем с тревожного происшествия, которое, к счастью, закончилось удачно В одной из квартир дома на Молодежной улице случайно захлопнулась дверь А в квартире остался ребенок трех лет Спасатели и медики быстро приехали на место по вызову бабушки Сотрудники МЧС были уже готовы проникнуть в квартиру по штурмовой лестнице Вторым же вариантом было вскрывать дверь Взрослые переживали, что ребенок мог полезть в окно или получить дома травмы Но малыш оказался сообразительным и после переговоров со взрослыми через дверь сумел открыть замок сам Ничего страшного не произошло Но спасатели МЧС предупреждают взрослых Не оставляйте маленьких детей без присмотра в квартирах Только за этот год из окон в Подмосковье выпало больше 20 детей В Реутве стартовала социальная кампания однозначно Это часть большого регионального проекта Представители экспертного центра движения безопасности и сотрудники госавтоинспекции Хотят сделать все возможное, чтобы снизить риски для детей на дороге Например, в Реутве уроки ПДД уже начали проводить в детсадах Наш корреспондент Дарья Агалакова побывала на одном из них Самое ответственное задание для самого отважного мальчика Мальчика, который не боится боячих Который может упасть и не заплакать Это же мальчик, это смело есть, представляете? Чтобы ДТП с участием детей стало меньше В детсад «Планета детства» заглянули агенты дорожной безопасности Вместе с инспектором ГИБДД объясняют ребятам правила дорожного движения Сегодня детсадовцы в необычном амплуа примеряют на себя разные роли Дорожных знаков, пешеходов и водителей автомобилей Так запомнить правила безопасности на дороге проще Урок ПДД проводится в рамках социальной кампании «Однозначно» Однозначно эта социальная кампания направлена на привлечение внимания населения К основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике Она проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Что такое дорога и как правильно ее переходить Теперь знает каждый малыш на зубок Знания правил безопасности на дороге демонстрируют смело Дорогу можно переходить только по пешеходному переходу Посмотреть налево, направо, когда загорится зеленый цвет Я знаю дорожные знаки, пешеходный переход, осторожные дети Подземный пешеходный переход, тяжелая зона Чтобы дети стали заметнее на дорогах, агенты дорожной безопасности подарили им светоотражающие подарки В Реутове и Балашихе компания однозначно пройдет в пяти детсадах, автошколе и на двух оживленных нерегулируемых пешеходных переходах Дарья Агалакова, Александр Попов, Телеканал Реутов Традиционную встречу с населением провел депутат городского совета депутатов Александр Темников Вопросы граждан касались в основном темы благоустройства дворов Например, у 10-го дома на Советской улице жители беспокоят сквозной проезд, где водители не соблюдают скоростной режим Поэтому на встрече было принято решение об установке лежачих полицейских и дорожных знаков В данный момент самые частые обращения по поводу благоустройства территории Значит, это у нас внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, опиловка деревьев, выкашивание травы, сбор водового мусора А это вот основные проблемы, с которыми обращаются жители Пенсионерка Капитолина Глазова уже не первый раз обращается к Александру Темникову Он часто помогает ей во всех вопросах Сейчас она просит установить у 26-го дома на улице Советская специальный ящик для показания счетчиков Также поднимался вопрос о состоянии дорог у дома номер 37 на проспекте Мира Пройти, если еще как-то можно, но ребенку на велосипеде или жена с коляской, это затруднительно Зимой тем более Попасть на прием к депутату можно в первый и третий понедельник каждого месяца с пяти до семи вечера Предварительная запись не обязательно Далее в нашей программе обзор самых важных событий региона Подмосковные школы в этом году выйдут на работу 2500 новых педагогов Власти Подмосковья заявляют, что дефицита учителей в школах региона нет Всего в системе образования региона работает 93 тысячи педагогов Из них больше всего 51 тысяча в школах Количество первоклассников в этом году приближается к отметке 110 тысяч Более 27 тысяч человек уже проголосовали за благоустройство своего двора на доброделии До конца голосования по выбору дворов, планируемых благоустройству в 2020 году, осталось всего 5 дней На голосование вынесено свыше 6500 дворов Подмосковья По поручению губернатора Московской области ежегодно в регионе благоустраивается не менее 10% всех дворов Подмосковье стартовал третий этап операции по проверке аттракционов «Безопасная карусель» Он проводится на территории Московской области с 19 по 24 августа Операция проводится в целях соблюдения обязательных требований эксплуатации аттракционов На территории Подмосковья зарегистрировано 966 аттракционов В ходе проведения первых двух этапов проверки выявлено 42 случая нарушения обязательных требований при эксплуатации аттракционов Число многодетных семей в Подмосковье выросло на 5% с начала года На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 79 619 семей, в которых воспитывают трех и более детей Для них предусмотрено более 30 мер социальной поддержки Например, в канун 1 сентября выплату на школьную форму уже оформили почти 13 тысячам детей из многодетных семей Общая сумма выплат составила более 38 миллионов рублей МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роспотребнадзор рекомендует родителям выбирать школьную форму для детей из натуральных тканей Одежда должна соответствовать гигроскопичности и воздухопроницаемости Кроме этого, 19 августа начала работать горячая линия Роспотребнадзора где жители Московской области до 2 сентября включительно могут получить консультацию по качеству школьной формы и принадлежностей Наш корреспондент Дарья Агалакова решила прогуляться по магазинам и узнать, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в этом учебном сезоне Дочка риутовчанки Анны Кармазиной в этом году пойдет в первый класс Чтобы одеть ребенка с иголочки, Анна обошла десятки магазинов Говорит, что ассортимент школьной формы богатый, но главное, чтобы цена соответствовала качеству Мы идем в школу номер 5, в первый класс Там предпочтение отдают либо черной, либо темно-синей формы В форме сарафана, блузки, юбки, брючки Я считаю, что цена не завышена, вполне приемлема Можно на любой бюджет подобрать форму и блузки, и брюки, и юбки В риутове требования к одежде учащихся регламентирует школа Многие учебные учреждения отдают предпочтение общепринятому стандарту Светлый верх, темный низ Как уверяют нас продавцы, цены на классику остались прошлогодними Сарафаны у нас, начиная от 2500 рублей до 3500 рублей Школьные брюки от 800 до 1500 Можно и чуть дороже приобрести, конечно, но это редкость Цены в основном мы свои держим То есть независимо, что у нас происходит в стране Мы все равно стараемся удержать цены, чтобы для родителей было всегда доступно приобрести нашу продукцию Классика, не выходящая из моды, это хорошо В основном школьную форму привозят из Белоруссии, Турции и Китая Но на прилавках магазинов можно встретить и отечественного производителя Блузочка у нас стоит 399 Юбочки 299 Производитель – это Россия Город Жуковский По сравнению с прошлым годом цены не повысились Покупательский спрос начнется у нас за три дня до школы Потому что сейчас сами видите, какая погода, люди стремятся последние деньки отдохнуть на даче Выбор, что носить и какого качества ученикам предоставлен Важно, чтобы родители выбирали школьную форму для детей из натуральных тканей Так и рекомендует Роспотребнадзор Дарья Галакова, Алексей Золотарев, телеканал Реутов И в конце выпуска новостей прогноз погоды от синоптиков Гесметио на завтра Лето к нам вернулось Завтра утром без осадков, ясные плюс 16 Днем солнечные до плюс 27 Вечером без осадков и 21 градус выше нуля И ночью тоже дождя не будет И температура не опустится ниже отметки в 19 градусов тепла К этому часу у меня вся информация Осталось лишь напомнить Если у вас есть новости, расскажите нам о них по телефону 791-8802 Также можно прислать сообщение на наш электронный адрес Товариотовсобака.gmail.com На этом у меня все В студии работала Анна Егоршина До встречи в следующих выпусках новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова